Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Исаии Иерусалимского и обратимся к 19 главе. Несколько более пространная, чем соседние главы 18 и 20. 19 глава включила в себя пророчество о Египте, очень важной и близкой во многих отношениях к народу Божьему державе. Египет по соседству, Египет – мощная сила, оказывающая влияние на поведение всех правителей Ближнего Востока. Но Египет – это также и страна, из которой вышел народ Божий во времена Исхода. И там живет огромное множество соплеменников, потому что они уходили туда на заработки столетиями. И египетское культурное влияние исключительно сильно в Святой Земле – это прямо-таки ближайший сосед с огромным влиянием. Поэтому судьба Египта, конечно, чрезвычайно важна и для народа Божьего в том числе. И вот пророк говорит, вот пророчество о Египте. Господь восседает на облаке легком и грядет в Египет. И грядет в Египет. Значит, вся картина этого пророчества определяется видением Бога, выседающего на облаке, который движется в Египет, приходит в Египет. Это таким образом говорит о том, что эта египетская земля Богу не просто не чужда, но он прямо туда приходит и там присутствует. Как слава Божья в Иерусалимском храме, так и в Египте некоторым образом Бог посещает его. Бог посещает Египет так же, как обещает посетить свой народ. Но поскольку Египет страна ужасного, пугающего израильтян идолопоклонства, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Здесь мы, между прочим, можем обратить внимание на то, что в парадигме пророков, как VIII века, так и других эпох, в парадигме библейской культуры, вот Бог приближается. И в зависимости от того, что ты из себя представляешь, одно и то же приближение Бога может становиться днем очищения, днем благословения или потрясением, потому что вот от лица его потрясутся идолы Египта. И, по-видимому, в связи с событиями внутренней политики Египта, Господь говорит через пророка, я вооружу египтян против египтян, и дух Египта изнеможет в нем распри, внутреннее разделение и борьба между лидерами разных нильских общин в разных местах, рассеянных вдоль Великой реки. Вот все это будет в Египте, говорит пророк, и это станет причиной ослабления и поражения Египта. Ну, во-первых, читатели и слушатели этого пророчества могут в короткой временной перспективе наблюдать исполнение этого пророчества, эти распри внутри Египта. И надо сказать, что история сообщает, история, я имею в виду египетскую историю, сообщает нам о подобного рода событиях. И вот предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними. В логике начала 19 главы все это прямой результат тех потрясений, которые ожидают идолов Египта. Бог приблизился, эта страна увлеченно поклоняется идолам, и в конечном итоге это ведет к распрям и жестокому правлению. Свирепый царь будет господствовать над ними, правление, которое характеризуется очень высоким уровнем насилия. И на самом деле не важно, оправдано это насилие или нет. Но причиной вот этого свирепого царя, жестокого властителя, пророк, скорее всего, все-таки видит вот идолопоклонство в земле египетской. Теперь дальше довольно поэтично он описывает в стихах вот эти самые распри между князьями мемфисскими, цаанскими и так далее, как они между собою ссорятся и как все оскудевают и сушаются воды, и все плачут об этом. Все приходит в разрушение, в негодность, в разруху, и ничего не остается от силы и величия Израилева. И дальше пророк говорит, вот обезумели князья, вы будете изображать из себя мудрецов, а где они, какие мудрецы, вы все ведете себя как безумные. Говорит пророк, явно выказывая, кстати, известную осведомленность во внутренних делах Египта. И вот он говорит, Господь послал в него двух дух опьянения, и они ввели в Египет в заблуждение во всех делах его. О, обезумели, обманулись, совратили Египет. Ну, вот так. Они обезумели. Влияние их безумия совратило Египет с пути, привело к его катастрофе. И в то же время пророк говорит, Господь послал в него духа опьянения. Для современного читателя тоже весьма и весьма смутительная фраза. И кажется, что, ну как же так, разве так? Может быть, Бог разве может послать духа опьянения, духа безумия в каких-то людей, подвергая разрухе и самих этих людей, управляемые ими толпой, огромные пространства и части великой страны. По крайней мере, для пророка Исаии это именно так. Это именно так. Снова вернемся к началу главы. Бог приближается, идолы поколебались, люди теряют разум, все разваливается. Вот, собственно, этот дух опьянения и безумия – результат того, что Бог приближается к Египту. Не обязательно, как некоторые это делают, так толковать, что вот, мол, Бог сидит и тщательно выбирает на складе какой-нибудь дух побезумнее и думает, что вот, пожалуй, вот это, да, брошу туда, в Египет. Нет, нет. Он приходит сам. И все, что есть перед лицом Бога безумия, становится видно, что это безумие. Все, что не ведет к правде Божьей, становится видно, что это ведет к разрухе. И дальше удивительным образом пророк говорит о победе над Египтом, причем победе народа Божьего, который, конечно, не сопоставим по масштабам и по мощи с египетской державой. В тот день египтяне будут подобраны женщинам и вострепещут, и убоятся движения руки Господа Саваофа. Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Ну, то есть, во второй части вроде все понятно. Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Царство Иерусалима некоторым непостижимым образом будет представлять для египетской державы опасность и страх. Это, кстати, можно понять, потому что, когда внутри бесконечный распри правителей разных областей и князей друг с другом, внешняя сила, организованная и сплоченная, даже если она достаточно небольшая, она, правда, может представлять опасность. Но для нас гораздо важнее обратить внимание на то, что в это время египтяне вострепещут и убоятся движения руки Господа Саваофа. Вот пример того, как пророк видит в действиях, в данном случае, иудейской земли, иудейской державы, проявление воли Божьей, силы Божьей, действия руки Бога. Это не царь Иерусалима решил, что он там что-то попытается в египетской земле оттяпать или раздобыть или принести какие-то там им бедствия себе выгоды. Нет, это рука Господа Саваофа. Этот правитель только думает, что он самостоятелен, но на самом деле это не так. И Исаия видит и говорит, что в тот день пять городов земли египетской будут говорить языком хананским и клясться Господом Саваофом. Ну, то есть, речь идет о том, что пять каких-то крупных городов земли египетской будут подчинены иудеями. Скорее всего, конечно, на время. Но вот что дальше, тоже чрезвычайно важно. В тот день, говорит пророк, жертвенник Господу Саваофу будет посреди земли египетской, памятник Господу у пределов его. По-видимому, все-таки пророк говорит об обращении египтян. Не раз и другие пророки тоже говорят о том, что это возможно, о том, что в этом замысел Бога, чтобы египтяне обратились к Господу Саваофу. Чтобы Господь был знаменем и свидетельством, и жертвенник был знаменем и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской. Здесь вообще не подразумевается какой-то уникальности и особой избранности избранного народа. Наоборот, это только часть замысла Божьего, который хочет вовлечь в орбиту веры Израиля и все окрестные народы. Египет всегда представлял опасность, Египет всегда пугал израильтян. Но вот здесь пророк говорит о том, что Господь хочет, чтобы и они тоже обратились к Нему. Впрочем, надо заметить, что в более поздние времена, существенно более поздние, после Вавилонской эпохи и уже, по-видимому, в эпоху Македонского завоевания, здесь в Египте появляется в самом деле множество городов, заселенных иудеями, и множество иудеев пытаются поклоняться Богу, не выходя из земли египетской. И здесь даже строится, в сущности, дубликат Иерусалимского храма для того, чтобы можно было поклоняться Богу Израилеву, не уходя из Египта. По разным политическим соображениям это далеко не всегда было возможно, переходить границу. Ну и вот поэтому иногда думают, что слова об обращении Египта, жертвеннике Господу в 19 главе, что может иметься в виду поклонение иудеев в Египте. Но все-таки еще в эту эпоху, в обсуждаемую эпоху, оснований для такого рода предвидения никаких нет. Скорее, все-таки, как и в логике того, что пророк говорит о других народах, речь идет именно о египтянах, которые поклонятся Богу. Они воззовут Господу по причине притеснителей, и Он пошлет им спасителя и заступника и избавит их. Вот, в сущности, практически такими же словами будет в других местах Библии, в других книгах будет идти речь о спасителе и заступнике, которого Бог посылает народу Израилеву. Такими же словами практически будет говориться о Христе. И вот здесь тоже оказывается, спаситель и заступник по замыслу Божьему может быть послан Египту. И в тот день они познают Господа. Египтяне познают Господа, принесут жертвы и дары. Вот, смотрите, во-первых, спаситель и заступник – это некто, кто посылается к народу, к Израилю или, в данном случае, к Египту. И в этом является данному народу сам Бог, сам Господь. И это приводит к тому, что люди узнают Бога. Не для того приходят спасители и заступник, чтобы мы оказались защищенными и не вспомнили о Боге. Нет, для того, чтобы мы познали Господа. И это тоже парадигматическое высказывание, которое формирует логику очень и очень многих мессианских пророчеств, не только у Исаии Иерусалимского. И вот дальше он говорит, что день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и египтяне вместе со сиренами будут служить Богу. Значит, вот он видит, понимаете, такое состояние мира, когда крупнейшие вот эти державы – Ассирия, Египет – познают Господа, обратятся к нему, и вот тогда будет большая дорога между ними. Имеется в виду дорога, на которой не происходит передвижение войск. Дорога не военная. И в тот день Израиль будет третьим и с Египтом, и Ассирией, и благословение будет посреди земли. И тогда Господь скажет, благословен народ мой, египтяне, дело рук моих – Ассирияне, и наследие мое – Израиль. Вот, если хотите, это прямо противоположно разделению народов, ну, например, при Вавилонской башне, или разделению народов вот в той войне всех против всех, которые наблюдаются в эту эпоху на Ближнем Востоке. Вот Господь говорит, но когда они познают Господа, когда к ним придет спаситель и заступник, вот тогда они все будут моими, и народ мой – Египет, и дело рук моих – Ассирияне, и наследие мое – Израиль. Субтитры создавал DimaTorzok